Добрый день, дорогие участники Зимнего форума. Я рада вас приветствовать на этом замечательном событии. И сегодня я расскажу вам о новом продукте, который появился у нас в компании. Для нас это большое событие, потому что этот продукт, это то, что мы очень долго ждали, то, что мы хотели, то, что нам необходимо, и то, что может сделать нас более счастливыми, более радостными в этой жизни. В аюрведе есть такое название, обозначение внешнего вида, как edges. То есть что это значит? Это значит, что человек, с которым вы общаетесь, выглядит хорошо. Что значит выглядит хорошо? Выглядит хорошо, это значит, что у него блеск в глазах, он радостный, у него подтянутое тело, у него бодрое настроение. И в первый момент мы обращаем внимание на кожу, и мы смотрим на состояние человека. И в любом возрасте это состояние может быть нормальным. И что самое интересное, для того, чтобы оставаться молодым, красивым, здоровым, выглядеть хорошо и иметь цветущий внешний вид, надо на самом деле не очень много. Когда ученые начали исследовать, а что же самое главное, и от чего зависит, собственно, здоровье кожи, естественно, взгляд упал на белки, на состояние белков в организме. Белки – это очень важные жизненные, незаменимые питательные вещества, из которых мы состоим. И еще Энгельс говорил, что жизнь – это способ существования белковых тел. Так вот эти вот белковые тела, прежде чем они становятся нашим телом, они живут где-то в другом месте. Бывает много видов белков. Например, бывают белки животные, которые мы употребляем в пище, и которые становятся потом нашими белками. Бывают белки растительные, бывают белки, которые нам не очень подходят, но тем не менее мы берем их, перерабатываем для себя, и из них строим свое тело. Бывают молочные белки. То есть огромное количество этих белков. Но есть один белок, который называют белок молодости. И этот белок называется коллаген. Сейчас в мире идет бум коллагена. То есть практически все люди мира в разных странах, те, кто хочет сохранить молодость, здоровье, красоту, структуру тела, внешний вид, они знают, что такое коллаген. Эта история началась на Востоке. И мы, когда были в Японии, мы были потрясены, как хорошо выглядят в Японии люди. Причем неважно, сколько им лет, они выглядят хорошо практически все, многие. И даже можно не понять, сколько человеку лет. И живут очень долго. То есть жизнь в Японии, она достаточно длинная. И когда мы пошли смотреть по аптекам, по магазинам, а что в основном присутствует на японском рынке для молодости, ну почему люди так долго живут, почему они так хорошо выглядят, мы сразу обратили внимание, что у них очень много коллагена, огромное количество коллагена. И когда мы вылетали, мы в аэропорту купили с собой, у нас было очень много, 250 человек, мы купили с собой, ну прямо каждая из женщин купила коллаген. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы все хотим быть, независимо от возраста, молодыми, красивыми, ухоженными, здоровыми. Мы хотим, чтобы наша кожа светилась изнутри. Мы хотим, чтобы были крепкие волосы. Мы хотим, чтобы тело было упругое. И вот за все это отвечает вот этот вот волшебный белок молодости, коллаген. На самом деле не все так просто. Где взять этот коллаген? Каким образом он станет нашим? Существует огромное количество историй про коллаген, которые дают человеку надежду на красоту, молодость и здоровье. Ну, например, вы все слышали, что существуют кремы с коллагенами, да? Ну, действительно существуют. И когда мы намазываем крем, нам очень важно, чтобы этот крем обещал нам молодость. Но, к сожалению, молекула коллагена такая огромная, что она ни в коем случае не может пройти через кожу и встроиться в наш обмен. Мы все слышали про инъекции коллагеновые, которые можно делать. Но это тоже история не совсем, скажем так, перспективная, потому что местно, локально нам могут ввести под кожу коллаген, который, в принципе, будет доставлен в одно место и не распространиться, например, на всю область. И вот все вот эти вот истории, которые мы знаем про коллаген, хотя коллаген у всех на слуху, они не сделают на самом деле нас молодыми, здоровыми, они могут только улучшить немножечко состояние. И тогда ученые заглянули более глубоко. А как же сделать так, чтобы научиться вырабатывать внутренний коллаген, чтобы те клеточки, фибробласты, которые находятся в глубоких слоях кожи и вырабатывают вот эту вот волшебную молекулу молодости и красоты, чтобы они работали интенсивней? И пришел совершенно однозначный ответ. Коллаген надо скушать. Но это тоже не такая простая история. Я расскажу попозже об этом. Сначала давайте познакомимся, как устроен коллаген. Для того, чтобы понять, что мы хотим, нам надо понять, как это работает. Вот представьте себе, что в нашем организме имеются клетки, которые вырабатывают длинные волокна. Эти волокна состоят из цепочки аминокислот. Причем в строительстве коллагена участвуют не все аминокислоты, а в основном незаменимые аминокислоты. Ну, есть частично заменимые. Но они все собираются по крупицам из той еды, которую мы едим. То есть представьте себе, мы съели, например, мясо, молоко, рыбу. И для того, чтобы выделить эти цепочки, для того, чтобы расщепить эти продукты до составляющих, нужно пройти очень-очень большой путь. И на самом деле это было бы хорошо. Но дело в том, что в момент, когда мы приготовляем молоко, пастеризуем или рыбу, жарим, варим, на гриле делаем, или мясо, например, приготовляем, варим, эти цепочки рвутся. И белок, который дошел до 60 градусов, он становится денатурированным. То есть он разрушается. И собрать его в эти цепочки будет уже гораздо сложнее. Итак, цепочки коллагена бывают разные. Альфа, бета цепочки, я не буду сейчас углубляться внутрь, но вы должны понять одно, что из маленьких цепочек складываются, из маленьких молекул складываются цепочки. Эти цепочки перекручиваются. Получается молекула коллагеновая или коллагеновые канатики. А дальше эти канатики группируются по несколько видов, и получаются микрофибриллы. И потом эти микрофибриллы уже соединяются в провода. То есть эти провода, вот если вы видели когда-нибудь провод высокого напряжения на разрезе, то внутри у него много-много волокон, а сверху он покрыт вот таким вот, скажем так, защитным кабелем. Точно так же и коллаген. У нас существует два белка молодости, скажем так, которые состоят из одного и того же сырья. Это молекулы коллагена, которые отвечают за структуру наших тканей. Коллагена существует 25 типов. То есть из коллагена состоит практически все. Из коллагена состоят кости, хрящи, связки, перегородки, клапаны, ресницы, брови, волосы, ногти, стекловидное тело, зубы. Не сами зубы, а ткани, в которых находятся зубы. То есть периодонт, парадонт, все поддерживающие механизмы, сухожилия. То есть практически все это называется соединительной тканью. И в основе лежит вот этот вот волшебный белок коллаген. Почему же мы стареем? Мы стареем, потому что для того, чтобы произвести этот коллаген, чтобы из этих отдельных аминокислот собрать вот эти вот закрученные многократно цепочки, требуется очень большое количество энергии. И требуется исходно натуральное сырье. Вот с этим проблема. Ну, первая проблема – где взять энергию? Но даже если мы решим вопрос, где взять энергию, второй момент будет – где взять сырье? То есть сырье, вот этот вот натуральный аминокислотный набор, который может пройти через клеточки кишечника всосаться и сразу же встроиться в этот процесс. Так вот, оказалось, что до 20 лет коллаген вырабатывается прекрасно. И 20 лет – это пик выработки коллагена. 25 лет уже начинается снижение, и коллаген в нашем организме начинает вырабатываться медленнее. В 30 лет появляется уже нехватка коллагена. В 40 лет уже 10-20% коллагена мы теряем, и после 50 лет практически 50% коллагена уже потеряно. А после 50 лет, вот уже на шестом десятке, теряется каждый год 2% коллагена. Это очень большие цифры. И в конце концов получается, что все обвисает. Вот к чему приводит недостаток коллагена? Развивается огромное количество структурных нарушений. Падает зрение, потому что связки, стекловидное тело – это все состоит из коллагена. Естественно, появляются проблемы с общими связками. То есть у нас на связках держатся внутренние органы – матка, почки, все поверхности фасций, сосуды. То есть сосуды внутри тоже имеют коллагеновые волокна. Из-за этого они эластичные, из-за этого они проводят волну, и из-за этого по ним идет пульсация, и сосуды принимают очень активное участие в продвижении крови. Естественно, появляется старение. Старение видно сразу на лице. Мы стареем одновременно изнутри и снаружи. И вот представьте себе, что стареют мышцы сердца, связки сердца, стареют клапаны, стареют, например, участки, которые отвечают за поддержание внутренних органов, стареют хрящи, стареют места прикрепления мышц к костям. То есть огромное количество фрагментов, которые зависят от коллагена, тоже стареют. Но как мы все это видим? Главное, что мы видим, это мы видим кожу, волосы, ногти и общий внешний вид тела. Тело становится дряблым, рыхлым, внутренние органы опускаются. Но самый главный урон наносит эта коже. То есть кожа становится тусклая, бледная, она начинает обвисать, у нее появляются морщины, цвет меняется, меняется структура, меняется увлажненность. И в коже компонент коллагена, то есть роль коллагена в коже, это самое главное положение. То есть 75% в коже составляет именно коллагена. Поэтому нам надо начать заботиться об этом прямо сейчас. Тем более это сейчас самый удобный момент. Вот если мы поговорим немножечко о роли коллагена в коже, то хотелось бы сказать следующее. Вот что делает коллаген в коже? Вот представьте себе матрас. Помните в детстве, когда вы подпрыгивали на матрасах, на пружинных, то есть это была, скажем, такая упругая структура. Но с возрастом матраса пружины ломались, становились менее упругими, и на матрасе начинают появляться такие, условно говоря, просиженные места. Вот точно так же у нас на коже, ну, например, на лице. На лице имеется 86 мышц, которые сокращаются, когда мы улыбаемся, радуемся, когда у нас на лице эмоции, причем не обязательно плохие, а в основном даже и хорошие. И в этот момент происходят, скажем так, заломы, сокращения. И если коллагена мало, то, в принципе, образуются морщины, причем глубокие морщины. И вот этот вот каркас кожи, он целиком зависит от состояния коллагена эластина. Вот представьте себе, что внутри проходит арматура, и в этой арматуре находятся клетки кожи, разбросаны волокна эластина, и это тоже коллагеновые волокна, просто немножечко с другим составом аминокислот. И получается, что кожа становится менее упругой, меняется овал лица, появляются глубокие морщины, она становится шероховатой и менее подвержена защитным свойствам. Солнце начинает действовать на нее особенно разрушающе. То есть и происходит старение, и это сразу видно. Нет такой женщины, которая не хотела бы в 30, в 40, в 50, в 60, в 70 лет выглядеть на 5, на 10 лет моложе. Но без коллагена это, в принципе, невозможно. Как бы, какими бы кремами вы не пользовались, какой бы уход вы не делали, если внутри кожи каркас нарушен, а каркас состоит из коллагена, то, в принципе, кожа может быть чистая, но она никогда не будет упругая. Есть вот такой замечательный термин упругость кожи, то есть тургор кожи. Вот когда вы прикасаетесь к щечкам младенца, они очень-очень упругие. И, ну, конечно, в более старшем возрасте вот уже этого эффекта нету. Поэтому, когда кожа стареет, синтез коллагена замедляется. Фибробласты работают хуже. Сейчас пытаются всякими лазерными ударами растормошить эти фибробласты. Но дело в том, что ведь вопрос не только в качестве фибробластов, а вопрос в сырье, где взять сырье для синтеза этих альфа-цепочек, альфа-бета-цепочек. И вот очень важно, чтобы вот эти механизмы старения задержались. Коллаген становится более короткий, цепочки становятся рыхлые. То есть они не могут составлять уже вот эту основу, структуры и каркаса. И все это сразу, мгновенно видно на лице. То есть каждая женщина, утром, подходя к зеркалу, видит себя на протяжении многих-многих лет. И это доставляет ей, ну, скажем так, ну, доставляет ей грусть. Так вот, сейчас у нас появился продукт, совершенно уникальный продукт, который называется промарин, коллаген. Так вот, этот коллаген, это как раз та матрица, которую нам надо скушать для того, чтобы получить высококачественное сырье, и чтобы оно мгновенно начинало встраиваться в синтез нашего коллагена. Как действует промарин? Ну, во-первых, он делает кожу лица гладкой, сияющей. Он поддерживает ее тургор. За счет этого вода, которая находится в более глубоких слоях кожи, ну, это, собственно, межклеточная вода, она остается и никуда не уходит, потому что арматура, структура кожи, вот ее, скажем так, упругость, она сохраняется. Что делается с телом? Тело становится более подтянутым, потому что точно так же, как у лица, у всего тела есть внутренняя структура. И вот целлюлит, вот эти все обвислости, это все, что становится дряблым, потому что кожа растягивается, она специально, скажем так, устроена, чтобы человек поправлялся, худел. И после того, как человек несколько раз похудел, естественно, вот эти растяжения из-за нехватки эластиновых волокон никогда не возвращаются к норме, потому что не хватает сырья и энергии. И ногти становятся более ломкими, начинают выпадать волосы, волосы становятся тусклыми. Чтобы это задержать, нужен вот этот вот коллаген. Причем коллаген бывает разный. Сейчас, в принципе, коллаген есть, так сказать, на мировом рынке, но нас интересует качество коллагена. Ну, во-первых, как я уже говорила, которое, по сути дела, называется морской коллаген, то есть это наиболее безопасный коллаген. Вот то, что он морской, это говорит о том, что половина проблем, которые связаны с коллагеном, который берется от животных, уходят. Во-первых, он подходит всем. Он подходит даже пескетарианцам. Это люди, которые придерживаются вегетарианской диеты. Таких людей, кстати, очень много, но позволяют себе рыбу. То есть, если человек на строгом вегетарианстве, он, конечно, может и не пойти по этому пути. Но очень большое количество людей, которые сидят, например, на средиземноморской диете, они позволяют себе рыбу, и это здорово. Так вот, он подходит для людей, которые по вероисповеданию не употребляют, например, свинину. Это тоже очень хорошо. Это огромное количество населения Востока. Это просто замечательно. И он не несет никаких рисков заражения различными заболеваниями. Вот это тоже важно. Но самое главное, самое главное его преимущество в том, что он жидкий. Потому что существует огромное количество видов коллагена. Бывает коллаген в таблетках, коллаген в капсулах, коллаген просто рассыпной. И все это не очень удобно. Вот прям реально не очень удобно. Самый удобный коллаген, который сейчас существует на данный момент, это коллаген жидкий. Ну, во-первых, это очень удобно. То есть выпиваешь бутылочку и забыл. Это особенно удобно, если человек в командировке, если человек в путешествии, если человек на работе, если он занят каким-то, ну, таким трудом, что не позволяет ему там запивать или что-то, потому что все уже с собой. Ну, и, конечно, это мгновенная практически усваиваемость. То есть выпил, и тут же коллаген начинает встраиваться. Почему, так сказать, вот эта усваиваемость очень важна? На самом деле, в чем состоит основная проблема? Основная проблема в том состоит, что весь коллаген, он не гидролизован. То есть молекулы очень крупные, и попадая внутрь, они не могут пройти через стенку кишечника. А расщепляется коллаген внутри достаточно трудно. То есть вот эти вот волокна длинные, они ведь у всех длинные, не только у нас. Длинные жгуты, они приблизительно 300-360 кДт. Это огромное количество. А существует более мелкий коллаген. Коллаген это частично гидролизованный. Ну, вот, например, это желатин. Там уже идет как бы разрыв цепочек, но это тоже не очень. И самый лучший коллаген, это все-таки гидролизованный коллаген, или пептиды коллагена, когда при помощи какого-то, ну, уникального метода, который не повреждает саму структуру, разбивает на маленькие, на маленькие пептиды. И вот эти пептиды коллагена поступают внутрь. Мгновенно усваиваются. Они по себе сами вкусные. И они мгновенно начинают встраиваться, и попадая внутрь, просачиваясь через стенки кишечника, фибробласты захватывают, и начинается синтез коллагена. Вот это очень важно. Что еще важно? Очень важна дозировка. Сколько этого коллагена вы выпиваете? Весь рынок как бы идет по пути, там, ну, разных дозировок. Существует 1 тысяча, 2 тысячи, 3 тысячи, 4 тысячи, 5 тысяч мг коллагена. Но существует новая форма нашего промарина, которая содержит 10 тысяч мг. Это практически доза, которая, ну, превышает во много раз 80% в 2 раза, 80% то, что есть на рынке. И это очень здорово, потому что это удобно. За один раз вы выпиваете, и полная дозировка. Для того, чтобы коллаген синтезировался, еще необходимы некоторые элементы. Ну, во-первых, витамин С. Без витамина С синтез не идет. Витамин В6, витамин В7. То есть все, что позволяет коллагену синтезироваться, в этой бутылочке уже есть. И в результате мы получаем полноценный продукт. Вот что нам важно? Больше всего, что нам важно? Нам важно то, чтобы продукт был вкусный, чтобы он был удобный, чтобы была хорошая дозировка, чтобы он был натуральный, чтобы он не содержал консервантов. И это тоже возможно. Это стало возможно благодаря тому, что он в стеклянной бутылочке. Вы знаете, что в стеклянных бутылочках темного стекла содержатся всегда аптечные продукты. Почему? Потому что солнце разрушает, так сказать, все химические волокна, структуру и натуральные. И поэтому вот эти вот флакончики из стекла – это очень прогрессивная и очень хорошая история. И проводились результаты исследований по действию коллагена, и выяснилось, что тот, кто принимает коллаген, получает следующие улучшения. Ну, во-первых, увлажняется кожа более чем на 9%. Во-вторых, провисание кожи уменьшается на 20%, неровность кожи на 13% и плотность коллагена в коже повышается на 10%. Вот это потрясающие просто результаты, и скоро вы все сами сможете на себе это проверить. Как принимать коллаген? Очень-очень просто. Вы пиваете одну бутылочку – 4 недели непрерывного приема. Если состояние кожи, ну, более, скажем так, истощенное, то это может быть 2 месяца. Курсы можно повторять. То есть все зависит от того, как вы настроены и как вы следите за собой. Потому что сейчас огромное количество людей уже поняли важность здоровья, важность красоты, важность молодости. И очень важно, чтобы мы имели этот продукт у себя постоянно. И вот сейчас этот продукт есть. Стоимость этого продукта – 160 удельных единиц. И если вы сравните с рынком, при этих преимуществах, которые есть, при такой дозировке 10 тысяч миллиграмм, вы увидите, что это очень-очень выгодное, заманчивое предложение. То есть проведите мониторинг, и вы поймете, что ничего подобного вы не найдете. И самое главное, что уже сегодня, уже на этом форуме вы можете сделать эксклюзивный заказ на предпродажу. Для этого вам нужно выразить желание, найти кнопку на сайте, сделать заказ, и вы в первых рядах получите этот уникальный продукт. И вы уже сможете, первое, испытать его на себе. Уже через две недели будет видно, как говорится, результат будет на лице. И вы сможете уже сейчас помочь огромному количеству женщин стать моложе, красивей, задержать процессы старения, улучшить состояние кожи, дать ей возможность сиять изнутри. И женщина, которая уверена в себе, которая сияет изнутри, у которой молодая и здоровая кожа, волосы, ногти, она, конечно, становится немножечко более счастливым. И это очень-очень важно. Поэтому, друзья мои, я вас поздравляю еще раз с этим замечательным событием. И пробуем, 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 смотрим, делаем выводы. И даем людям возможность поддержать свою красоту и молодость.